Минуточку внимания, хочу представить бизнес моего друга, его бизнес это спортзал в городе Арзамас, найти его можно легко, он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS, 6 раздел, листаем 27 бизнес, вот спортзал качок петушок, здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя, самый лучший из них это кунг-фу и удар с локтя, также вы можете драться на ринге на деньги, вход конечно же бесплатный, приходите и тренируйтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Креманочку на сермозинхолеплей, первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль, не забывайте, у них при эстрации, итак, сегодня мы посмотрим очередное обновление, которое вышло на мозинке. Итак, в первую очередь расскажу про мелкие такие обновления, которые я вам не смогу толком показать, а именно то, что при Х2 билет в космос будет дешевле в 2 раза, то есть он будет стоить не 450 тысяч, как раньше, вроде бы как он столько стоил, а там 200 тысяч, точно не знаю сколько там, или 100 тысяч он будет стоить, но это только будет при Х2. Потом увеличили зарплату во всех фракциях в 2 раза, в 2 раза увеличили зарплату. Также добавили новую интересную функцию, это гардероб. Гардероб можно купить себе в дом, как улучшение, и иметь там 5 разных скинов, это довольно таки круто, а вот этого я реально ждал, чтобы можно было выбирать пару скинов. Поэтому, у меня оно не куплено, потому что у меня сейчас денег с собой нету, но, наверное, в отдельной серии мы улучшим дом, в принципе, и попробуем купить пару скинов, посмотреть как это все работает. Но не сегодня, а в следующих каких-то сериях. Ну что ж, погнали, дальше я вам покажу разные обновления, какие добавили. И, кстати, пацаны, это не обычная серия, а именно юбилейная, то есть это тысячная серия по Амазингу на моем канале. И я единственный ютубер, который снял тысячу серий, чтобы понимали по Амазингу, поэтому поставьте опять на лайк, ну и лайк за то, что я вам показываю сегодня обновления. Давайте наберем под этой серии, вот реально постараемся, знаю, наверное, не получится, но давайте попробуем набрать 200 лайков. Поэтому ставьте опять на лайки и подписывайтесь на канал, кто не подписан. Также, кто не в курсе, мы недавно апнули 12 тысяч подписчиков на канале. Большое вам спасибо, я вас просто всех люблю, целую, ну как подписчиков, естественно. Просто спасибо за вашу поддержку, спасибо, что все еще меня смотрите, и спасибо всем, кто подписывается. Ну, погнали, короче, буду вам показывать дальше обновления. Итак, добавили очень крутое обновление, которое, я считаю, очень достойно, и его реально не хватало. Это то, что вы можете теперь арендовать любую машину в автосалоне, то есть на время, я не знаю, какое там время, сейчас посмотрим, в принципе. Можете ее арендовать и тем самым протестить перед покупкой, это довольно-таки круто. Так, смотрим, короче, давайте, допустим, вот, чтобы провести тест-драйв транспорта, вы введите его и введите команду тест-драйв. Так, давайте пишем тест-драйв. Тест-драйв. Так, писали эту команду, но я не хочу брать Rolls-Royce, Maybach там. Я возьму, пожалуй, вот эту машинку. Не знаю, правда, какого цвета, ну, допустим, ну, не знаю, давайте полистаем чуть-чуть цвет. Ну, любого цвета давай, ёпта. Ну, красная, Феррари должна быть красная, конечно. Так, тест-драйв, модель Феррари, короче, да, давайте скриншот сделаем. Цена тест-драйва 60 тысяч. Так, стоп, давайте я пока ее не буду арендовывать, я хочу посмотреть, если выбрать, ну, зависит типа машина от цены ее аренды. Мне это реально интересно, давайте посмотрим, допустим, возьмем Rolls-Royce, да, пишем команду тест-драйв. Да, чем дороже машина, тем дороже ее тест, короче. Можете это сразу учесть. Ну, давайте, короче, арендуем лучше Феррари, я ее хочу протестить. Ну, из-за одного показать вам, как это работает. Все, вот, я взял Феррари свою, я могу на ней кататься, я так понял, сколько мне влезет. Реально, я могу кататься, сколько влезет. Поэтому это очень круто, на самом деле. Это реально просто очень круто. То, что вы можете арендовать любую машину. Ну, конечно, у вас должны быть бабки. Ну, 100 тысяч, короче, это лимит прям. Это можно взять любую машину за 100 тысяч. Давайте, чтобы я не зря, так сказать, тратил деньги свои, мы на ней сегодня покатаемся. Посмотрим на ней обновление. Я ее закрыл, же. Все правильно. Ага, ее нельзя закрыть numpadом. Да. Ну, такое. Ну, ладно, короче, поехали. И это очень круто, что вы можете реально другую тачку взять. Вот за это респект разработчикам. То, что они добавили такую функцию. Я себе очень говорю, кстати, эту Феррари, только на блатах. И вот у меня появилась возможность ее протестить, в принципе. Она мне очень нравится. Давайте теперь посмотрим следующее обновление. Это у нас Нотариус. Теперь можно там, по-моему, смотреть бизнесы по ГУСу и как-то их бронировать, что ли. Сейчас мы это посмотрим. Извиняюсь, что я не так подробно рассказываю, потому что с телефона у меня обновление открывается. Чтобы мне подробно вам показать обновление, мне нужно поставить телефон, будет сворачивать, короче. Точнее, не телефон сворачивать, а игру сворачивать. Точнее, выключать запись. Смотреть, что там добавили. Так, бизнес у нас с какой стороны? Наверное, с этой. Это бизнес у нас. Так, информация о домах и бизнесах. Так, список продающихся бизнесов. Так, вы согласны посмотреть список? Да. Вот, короче, список бизнесов, которые есть по ГУСу. И которые можно просто так забронировать. Вот, магазин одежды, допустим. Вот, не знаю, что нам. Давайте посмотрим. У меня 3 миллиона, правда, нет. Вот, нажимаем. Ох, даже так, пацаны. Блин, это круто. Видите, мы можем его занять, типа. Занять его. То есть, его никто не купит, кроме нас. Это тоже очень охрененная функция, как по мне. Мы можем просто занять бизнес. Это круто. Это реально круто. То, что мы можем на него посмотреть, где он находится, и занять его. Это реально очень круто. Вот, это реально достойно, как по мне. Что-то прогрузочка не очень, правда. Ну, ладно. Мы можем реально посмотреть бизнес в реальном времени, где он стоит, короче, и так далее. Так, давайте еще раз нажмем. Стоимость бронировки стоит 30 тысяч, пацаны. Всего лишь 30 тысяч платите, чтобы забронировать какой-либо бизнес. Так, клуб у нас есть, такси, аптека, магазин салютов и так далее, короче. Все у нас это есть. Магазин салютов 5 миллионов стоит. По госу. Ну, в принципе, мне это неинтересно. У меня столько даже денег нету. Но вам я это показал. Так, само за мамой, кстати, можно смотреть, типа, дома или нет? А у меня же дом есть. Да, мне напишут, что у меня есть дом. Да. Окей, все, едем дальше, смотрим обновления. Так, в итоге я вышел из, так сказать, Нотариуса, и у меня просто зависла игра. Итак, что еще добавили? Теперь владельцы бизнесов АЗС могут сами ставить цену за бензин. Как по мне, это, ну, такое себе. Для владельца, конечно, АЗС это круто. А для потребителей это хрено. Потому что и так бензин не дешевый. А если за него еще будет сейчас просить, ну, в два раза дороже, если он будет, это будет реально пиздец. Как по мне, это будет просто пиздец. Поэтому, не знаю, хорошо это или плохо, пишите в комментариях, в принципе. Также, типа, изменили зарплату на всех работах, в принципе, там, типа, больше платят вроде бы как. Ну, и такое себе, короче, да. Все хорошее я теперь вам рассказал. Теперь поговорим о плохом. О плохом, а именно. О том, о чем мне писали многие подписчики в ВК. Потому что именно благодаря ним я узнал, кстати, про обновление, что вышло. Потому что я в группу не заходил. И вообще, я был даже не дома. Поэтому поговорим о грустном теперь. О хреновом, так сказать. Теперь максимум на дальнобойщиках можно иметь тридцатый скилл. Те, кто уже больше тридцати прокачал, в принципе, они уже дальше не могут качаться. Как по мне, это полная хуйня. Да, остальные обновления очень крутые. Но это уже сделали не для людей, а ради бабла. Потому что самая прибыльная работа была, это дальнобойщик. Как вы знаете. Вот пишут такую команду G-Skill. И здесь есть дальнобойщик. Вот. У меня девятый уровень. Если что. Теперь максимум может только быть тридцатый уровень дальнобойщика. Как по мне, это пиздец. Сначала сделали, что сто. Максимум сотый уровень дальнобойщика. Теперь сделали, что тридцатый уровень дальнобойщика. Это максимум. Как по мне, это уже перебор. Потому что, блин. Сколько хочет человек на дальнобойщика катать и качать скилл. Пусть только он и катает. Нахрена урезать людей просто. У людей стимул. Есть. Они играют. Качают скилл, чтобы больше зарабатывать. А вы, сука, им все просто обламываете. Это просто пиздец. Реально. Вот это полная хуйня. Какую нужно убрать. И вернуть вообще. Не сотый скилл. А сколько человек хочет, столько пусть и качает. Я, если что, с Амазингом не сотрудничаю. Я могу высказывать свое мнение. Как хочу. Как бы. Мне за видосы никто не платит. Я снял по Амазингу тысячу серий. Никто мне на копеечки даже не заплатил. Для тех, кто будет там писать. Может, что я типа сотрудничаю и так далее. Я не сотрудничаю с Амазингом. Если что. И еще. Предыдущее обновление меня просто убило. Мой скилл. Пишем команду. Теперь нам нужно постоянно качать скиллы. У меня было 100 пацаны скиллов. Теперь у меня 92. Я скиллы покупал за донат. Какого хуя. Понимаете. Какого хуя. Просто. Теперь я должен их качать. Я специально купил за донат, чтобы их не качать. Как бы. А теперь я должен их постоянно поддерживать. А я не могу этого сделать. У меня нет патронов. Что мне дэмить идти на ВЧ без оружия, блядь. Вот я не понимаю. Вот это непродуманная просто хрень, которую тоже нужно убрать. Серьезно. Пацаны. Если вы поддержите меня. Просто меня многие просили в ВК. Просто многие. Привет. Пацаны. Кто писал, чтобы я снял на эту тему видос. Типа что. Дальнобойщики урезали. Так вот. Мое мнение. Это не из-за того, что мне написали. Я так считаю. А из-за того, что это реально. Я сам в дальнобойщиках работаю. Блядь. Я, сука, качаюсь каждый день. У меня мотивация, чтобы качаться. Больше зарабатывать. Ездить на новых машинах. А вы, блядь, взяли и все урезали. Это неправильно, блядь. Это просто неправильно. Реально. Просто кто за то, чтобы сделали все по-нормальному. Поэтому, хотя бы, чтобы вернули дальнобойщики. Чтобы хотя бы сотый скилл был. То обязательно ставьте лайки, пацаны. Реально. Возможно, разработчики это увидят. Но, скорее всего, они если увидят это. Им это не понравится. Мои высказывания. И они меня могут просто деактивировать. Потому что была уже такая ситуация. За мои высказывания меня деактивировали. Кто старичок на моем канале, тот поймет. Все, пацаны. Рассказал все, что помнил. Потому что постоянно выключать запись, ворачивать игру. Это полный бред. Кто хочет подробно почитать про обновления. Заходите в группу официального Мазинга. Ссылка будет в описании. И читайте. Самое основное я вам показал и рассказал. Все, всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok